В крае продолжается работа по ликвидации ЧАЭС. Губернатор Приморья побывал в трехдневной поездке по районам, пострадавшим от наводнения за тайфунов, обрушившихся на регион в конце лета. Как у вас затоплено было? У нас дома здесь по дому. Здесь все было заварено. Олег Кожемяка проверил, как ведутся восстановительные работы в Хасанском огруге, Дальнереченском районе и Лесозаводске. Совместно с главами муниципалитетов определил необходимое количество техники для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Так будут закуплены экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, грунтовые катки и другая тяжелая техника. Средства на ее приобретение будут заложены в бюджете края в 2024 году. Мы уже посмотрели и текущую работу, и на мостах, и посмотрели работу, в том числе, как идет ремонт крыш. Жители военного городка Филина просили об этом неоднократно, и поэтому посмотрели. Слава Богу, что люди вышли и работают, пообщались с жителями, в том числе, что касается выплат и строительства дорог. Работу эту будем продолжать, будем проезжать, контролировать, как идет работа. Губернатор отметил, что такая техника должна находиться в каждом районе, в котором существует опасность паводков. Также в ходе визита в Барабаш Олег Кожемяка осмотрел реку Барабашевка. Главная задача на текущий момент сделать так, чтобы вода не размывала дорогу в случае сильных дождей. Надеюсь, что эти решения позволят, во-первых, оперативно иметь здесь группировку сил и средств, которая базируется в Хасанском округе, для Хасанского округа. Усиленный примавтодор, ну и та работа, которая будет связана с гидротехническими сооружениями, со спрямлением, с углублением русско-река, тоже, думаю, будет способствовать тому, что таких ситуаций будет значительно меньше. Если даже не будут, то должен быть меньше вред от их последствий. Такие меры, по словам главы региона, позволят иметь в муниципалитете оперативную группировку сил и средств по устранению последствий тайфунов, а также будут способствовать значительному снижению причиненного вреда при сильных дождях. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.